привет ты смотришь 4 серию моего путешествия в грузию сегодня я покажу как меняется погода в грузии мы проедем из самой зимы где еще метет снег в весну где уже плюс уже тепло и красиво сегодня будет очень насыщенный выпуск с большим количеством локаций будем постепенно спускаться с гор к столице грузии тбилиси погуляем немного в окрестностях увидим крепость ананури покажу женвальское водохранилище место где сливаются белое и черное арагви ну и конечно тбилиси в тбилиси мы задержимся на несколько дней и информация о нем еще будет в следующих роликах но начало уже сегодня общем будет интересно погнали по территории грузия после огромной россии очень компактная каждый день мы проезжали небольшое количество километров и умудрялись посмотреть все что хотели вот и сегодня нам предстоял путь всего лишь в 154 километра до тбилиси на подъезде к арке дружбы народов стало понятно что погода в горах может быть непредсказуемой и пришло понимание почему двумя днями ранее границ была перекрыта столько снега в горах я и не представлял себе увидеть арка дружбы народов одна из достопримечательностей военно грузинской дороги находится на высоте 2384 метра и символизирует дружбу народов в россии и грузии проект арки разработал зураб церетели и это и и и и и и и и тут крутая смотровая площадка у обрыва над рекой летом тут получается очень красивый кадр с горами но в нашей ситуации все было иначе горы хоть были в снегу но и хотя бы было видно а могло быть все затянуто туманом сильнейший ветер не дал нам долго задержаться на площадке а через минут 7 полицейский вообще всех начал выгонять с этого места всем своим видом показывая что тут находиться небезопасно как только мы добрались куда уйли через несколько километров трассу вообще закрыли после арки дорога постепенно спускается к реке и погода сразу же меняется какие-то пять минут серпантина после куда ури и все мы уже в весне только что были в адской зиме мило так что сносило вообще страшно было к парапету подходить а чуть-чуть съехали уже 5 градусов тепла и птицы поют класс и вообще тепло и здорово и вам куртки сняли а ну а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше наша дорога лежит вдоль реки Арагви к поселку Пасанаури, где белая и черная Арагви сливаются в один поток. Крутое красивое место, а в солнечный день оттенки воды еще более явные. Следующая остановка возле крепости Ананури, рядом с живописным мостом. Хочу пролететь, имею крутейший объект, но идет нереальный дождь. А я набрался смелости. А не получается. Наверное, это не судьба? Может быть, не надо? Отсюда начинается Женвальское водохранилище, вдоль которого падет путь еще в несколько километров. Субтитры создавал DimaTorzok Рядом с водохранилищем есть три смотровых площадки, где можно пофоткаться. Вода в водохранилище бывает какого-то нереального цвета, когда на улице много солнца. Музыка Но и дальше прямиком в Тбилиси через Мицхед. где расположена знаменитая церковь Святого Креста, то самое место, которое упоминается в поэме Мцири Михаила Юрьевича Лермонтова. Помните слова «Немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры?» Так вот, это отсюда. Субтитры подогнал «Симон» Кура дальше течет через весь Дблизи, а мы отправляемся искать свой гистхаус в самый центр столицы Грузии. После вождения по России немного непривычно. Узкие улицы все сигналят, но очень быстро привыкаешь и сам начинаешь ездить с похожей манерой вождения. Субтитры подогнал «Симон» А вечером мы выбрались на прогулку. Шли, куда глаза глядят, и набрали на место, где делают вкуснейший хлеб – пури. И на обратном пути наслаждались его нереальным вкусом. Это называется «Хлеб». Очень горячий, очень вкусно пахнет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!